Губернатор начал совещание с подведения итогов прямой линии с населением, которая прошла в прошлую пятницу. Всего поступило 4200 обращений. Ключевые темы традиционные. Это здравоохранение, образование, дороги, общественный транспорт, газификация, водоснабжение, вопросы экологии и жилищно-коммунального комплекса, сбор и утилизация ТКО. Большое количество обращений, поступивших на прямую линию, говорит о том, что такой формат обращения востребован среди жителей. И я ответственно заявляю, что эта практика будет продолжена. Алексей Русских распорядился включить проект областного бюджета на 2023 год и следующий период проблемы, которые были озвучены на прямой линии и требуют финансирования. Еще раз хочу сказать, что наша главная цель – это обеспечить исполнение всех социальных гарантий перед нашими жителями, дать возможность территориям развиваться. В Димитровграде, Новоульяновске, Ульяновском, Новомалыклинском и Теренгульском районах местная власть позволяет себе игнорировать обращения граждан или затягивать с ответами на вопросы населения. В этих муниципалитетах только 3-4 жителя из 10 довольны качеством обратной связи от власти. Алексей Русских назвал ситуацию недопустимой и привел в пример главу Московской области Андрея Воробьева. Я скажу так, вот у Воробьева Андрея Юрьевича, вот если бы такие цифры были, эти главы на следующий день бы уже не работали. Вот просто на следующий день бы уже другие люди не работали. Хорошие новости в Ульяновск привезла делегация из Ирана, которая находилась там на прошлой неделе. Была достигнута договоренность об открытии в Иране торгового дома «Мэйд и Нульяновск». В реализации проекта будет использоваться акватория «Волги» для создания прямого логистического маршрута из Ульяновска в Иран. Это позволит сократить число посредников. И поэтому наша задача сегодня, исходя из существующего объема той продукции, которой нам сегодня не хватает в Российской Федерации, составить это и сделать этот логистический маршрут. Причем он не только для Ульяновской области будет, как для всей фактически Европейской России. И это одно из самых важных достижений. Наши иранские коллеги готовы идти с нами в создание торгового дома. На территории Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Культура». По проекту «Придумано в России» в Засвияжском районе Ульяновска открыли школу креативных индустрий. Ульяновская область вошла в число 32 пилотных регионов, где будет работать подобное учреждение. У нас будет работать 4 замечательных лаборатория. Лаборатория дизайна, лаборатория фото и видео, лаборатория VR и лаборатория электронной музыки. Поэтому желающих гораздо больше по условиям проекта зачисляется 120 человек. После несчастного случая с ребенком на детской площадке у дома номер 2 на улице Докучаева в Ульяновске провели инвентаризацию всех детских площадок. Как сообщил глава Ульяновска Дмитрий Вавилин, по 25 площадкам, стоящим на балансе города, выявлены нарушения. Все они исправлены, произведен ремонт. Одну площадку демонтировали. Вместе с тем, проблемы, которые сегодня существуют, то, что на территории города, на дворовых территориях расположены 634 игровые площадки, которые не закреплены на балансе за либо управляющими компаниями, либо квартирными домами, либо муниципальным учреждением. То есть, по сути, являются бесхозными. Бесхозные детские площадки, которые находятся в аварийном состоянии, будут демонтированы. В ответ на это заявление губернатор Алексей Русских поручил главе города установить новые площадки на месте демонтированных силами города, а не жителей. На заседании штаба также говорили о строительстве ФАПа в селе Вышки Ульяновского района. Стройки его открытия затянули, но в октябре должны исправиться. Вопрос на контроле губернатора. Также обсудили ситуацию по заболеваемости коронавирусом. За неделю в Ульяновской области ковидом заболели 2945 человек. 98% переносят коронавирус в легкой форме. При этом ульяновцам рекомендовано вакцинироваться.